От белого пояса к черному в зале Дворца спорта «Триумф» состоялся отчетный турнир по восточным единоборствам. Результаты тренировок показали как те, кто только пришел в секции, так и люберчане, посвятившие этому виду спорта жизнь. О том, как прошел турнир, смотрите в нашем сюжете. Белый пояс – это уровень чистоты и потенциала. Так считают спортсмены восточных единоборств. Одна из обладательниц статуса новичка Софья Золотова карате занимается три года. На отчетном турнире выступает впервые. «Самое сложное для меня удар – это защита шуто. Потому что я иногда руку не туда ставлю, а ногу вот так ставлю». Несмотря на волнение, в свою победу Софья и ее тренер верят. Ведь даже одна маленькая награда может помочь в получении черного пояса. А это мечта любого обладателя начального разряда. Для Леонида Баранникова тернистый путь позади. Для мастера спорта и тренера Люберецкой федерации карате важно, чтобы его ученики получили как можно больше медалей. Свои пожелания Леонид оставил и для новичков. «Идти к своей мечте и тренироваться. Если не тренироваться, то ничего не получится. Только трудом, потом можно чего-то добиться. Если есть желание, то все обязательно получится». На ежегодном турнире не выступили только спортсмены первого состава, которые находятся в команде сборной Московской области. Они дали дорогу будущему поколению каратистов. «Это старт, это самое начало, но это самая важная, скажем так, первая ступенька к будущей победе. Самая важная цель – это попасть в сборную команду России, чтобы выступить на международных соревнованиях. Это, наверное, самое основное». Более ста спортсменов показали свои навыки на турнире по восточным единоборствам. Айтад Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.